Даник улыбается так широко и красиво у нас в студии, потому что сегодня, друзья, прекрасные девушки, ведущие солисты балета Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Жанель Тукеева и Ариса Хасимотов. Доброе утро, девочки. Не зря я улыбаюсь, потому что, ой, красота какая, я не могу. А можно я буду просто сидеть вот так вот на вас смотреть и просто хлопать и улыбаться? Я тебе разрешаю. Да? Договорились. Девчонки, ну сегодня день рисования губной помадой. Вы когда-нибудь оставляли признание и пожелание доброго утра, например, сердечко на зеркале? В детстве по шалости вроде рисовала на зеркалах, на окнах. Да, вот сейчас я думаю, как-то смешно. Неужели можно что-то рисовать помадой? Мне вот интересно, если вы, допустим, придете на грим и вот гримерам передадите, что вы их любите, их же помадой на их же зеркале, они сильно обрадуются? Думаю, да. Настроение во всяком случае поднимем. Слушай, ну тогда я этим и буду заниматься. Раньше я к ним просто приходил здороваться, а теперь я им буду признание в любви оставлять. Договорились. Тем более, что сегодня же... Сегодня у нас... Какой балет будет? Сегодня в театре что-то есть? В выходной. Понедельник, понимаешь, понедельник. Потому что вчера была знаменитая тройчатка, а сегодня... А, вот так, ясно. Так, скажите, вот можно узнать о Борисе? Хатимота немного. Да. Можно. Она откуда у нас? Я из города Киото, Япония. В Казахстане я приехала в 2017 году и уже работаю пятый сезон. Прекрасно уже говорите, правда, на русский. Молодец. Пятый сезон. Нравится? Коллектив замечательный, правда? Мне нравится, да, еще природа Казахстана, красивая везде. Ну, мне комфортно жить. Самое интересное, что если вот так вот посмотреть на них и спросить, допустим, у кого-нибудь, как вы думаете, кто из этих девушек не казахстанского происхождения, то здесь, мне кажется, Жанеля как раз-таки больше подойдет под любую национальность, кроме как живущую в Казахстане. Ну, ярко, интересно. Ярко, вот согласен. Согласен сто процентов. Ну, давай теперь по делу. Ну, теперь хочу узнать о планах, о планах театра, о планах труппы, что... Ну, на конец сезона. Что нас ждет? Что нас ждет? В начале мая наша труппа едет с гастролями в город Чимкент. Так. Мы везем нашу знаменитую тройчатку, в которую входят три балета Шопиньяна, Открывая Абаха и Болеро. Надеемся, что жителям Чимкента и гостям города очень понравятся эти балеты, потому что у нас в театре наша тройчатка проходит всегда на ура, всегда с полным аншлагом. И вот буквально накануне Даниэр, да, уже сказал, что у нас в театре как раз прошел именно вот этот перформанс. А у меня вопрос такой, а вы с собой везете всю труппу? Прям полностью? И кардебалет, и все декорации, и оркестр? Декорации едут, балет едет, но, к сожалению, в этот раз мы едем без оркестра. Ну, потому что в Кимкенте, по-моему, нет такого театра, где можно было бы посадить, да? Оркестровой ямы, по-моему, нет, насколько я помню. Насколько мне известно, мы выступаем в русском драматическом театре, и, соответственно, нет оркестровой ямы, да. Вон в чем дело. Так, а сколько человек-то едут? Сколько? Ну, человек 30, наверное, у нас 35. Задействованы вообще в тройчатке, получается, ведущие роли чьи? Кто будет танцевать? Ведущие роли все наши. Ваши? Все свои. Все свои. Чужих не взяли никого. Ну, то есть, например, я, я буду во всех трех балетах задействована. Ариса, скорее всего, тоже. Классно. Пацанов тоже везете. Ну, давайте о предстоящей премьере балетов резки поговорим. Мы не можем, да, сейчас озвучить. Давай, Даник, у нас же есть, вот смотрите, билет, друзья мои, приглашение в театр мы разыгрываем. Потрясающе вот, да. Почему там до сих пор не написано? Два человека. Уважаемый Даниэль Бахетович Бутербаев. Да ты и так туда входишь свободно. У тебя вообще карт-планш. Слушайте, друзья мои, давайте вот такой вопрос озвучим. С огромным удовольствием, потому что этот пригласительный выиграть очень легко, достаточно ответить на легкий вопрос. Когда состоялся премьерный спектакль балета Фрески? Премьерный спектакль балета Фрески. Если вы знаете ответ, звоните к нам 2750102, код города Алматы 8727. Да, это когда состоялся, да? Да. А теперь о самом Фреске. И когда мы увидим вот сегодняшний балет, когда премьера? Намечено возобновление, так скажем, спектакля Фрески у нас на июнь месяц. Во второй половине июня. Он был поставлен нашим замечательным балетмейстером с Заурбеком Олдогалеевичем Райбаевым. То есть в свое время это было, мне кажется, что-то типа простым языком сказать, если вау, ноу-хау. То есть, несмотря на то, что он поставлен, не буду говорить когда, так как это был вопрос, прозвучим в эфире для наших зрителей, это тоже на тот момент было современным, да, и сейчас, я думаю, что он тоже будет актуален. Он поставлен таким прям особенным каким-то пластическим языком и хореографией, что и по сей день это правда будет актуально. Но он вот как был в первоисточнике, скажем так, вот как показан был изначально, так же не меняется или же что-то все-таки внесли свое? Обязательно будет в первозданном виде показан. Да, будут обновляться, соответственно, декорации и костюмы, ну так как им уже достаточное количество лет. И вся хореография, музыка, все будет в первозданном виде. И Ариса, и вы, Жанна, или участвуете в этом? Обязательно. А можно о ваших ролях сказать, так говоря, драматическим языком? Так, у меня будет роль царицы Шамхат. Да, то есть Ариса у нас пока мы не знаем. То есть нам еще как бы... А, роли не распределяли из партии. Да, то есть это все будет. Будет. Слушай, девочки, мне прям так интересно стало. Мне сейчас сказали, когда говорят, получается, что вы должны знать партии всего репертуара, скажем так, театра. Вы должны все это помнить, все главные партии. Нет, для этого репетиции еще у них будут. Так еще и голова год такая должна быть, чтобы все это вспомнить. А есть любимые, допустим, какие-то спектакли, любимые балеты, которые вам нравятся играть? А какие-то наоборот так, о-о-о, опять. Да, да, да. Ну, мои любимые балеты и любимые партии, вот, например, то, что прошло вчера, Тройчатка. Люблю очень Ромео и Джульетту, партию Джульетты. Тоже у нас будет 29 апреля, да? Всех ждем, всех приглашаем в гости к нам в театр. 28-го Кармен, помню, 29-го, да, Ромео и Джульетта. Да, 28-го опера Кармен, 29-го Ромео и Джульетта балет. Что я еще люблю? Я люблю балет «Легенда о любви», партию Ширин очень. То есть очень нравится танцевать «Жизель» в одноименном балете. Ну и, наверное... Я люблю балет «Дон Кихот», партию Китри. Я вот недавно исполняла. Ну, мне нравится игробой сцена. И, ну, конечно, сложно, много технических моментов. Но мне нравится музыка. Ну, все. Я знаю точно, что самый нелюбимый, точнее, так вот, это щелкунчик у всех. То есть такие, а, Новый год щелкунчик опять подряд. Потому что 22 щелкунчика в декабре, это прям любимое дело. Ну, это да, конечно, у нас ежегодно с щелкунчиками полная засада. То есть их очень много. И под конец, так скажем, новогодних мероприятий все это, конечно, немножечко поднадоедает. А так, почему щелкунчик... Очень приятно думать. Нет, щелкунчик тут еще полный. А так это прекрасная музыка. Это же самая красивая сказка. Смотрите, Ариса, мы недавно смотрели клип с вашим участием. Давайте и поделимся с нашими зрителями. Даник, ты сейчас давай. Дело в том, что, да, у нас Ариса Хосимото снялась в клипе группы Ирины Кайратовны. Так, сейчас нам покажут наши режиссеры. Ну, расскажите там, что делали-то. Да, меня приглашили на съемки группы Ирины Кайратовны. Я там была в образе в Японии. В Японии-то в караоке девушка поет песни Ирины Кайратовны. Ах ты! Как слышно? Нам было интересно этим, потому что необычный клип и такой первый. И так же немножко было сложно, но нам легче давало песни, где казахские меродия. А где русские меродия была очень быстрый темп. И да, я обычно не пою рэп, да, и поэтому мне было сложно, но приятно было. Да, нам понравилось. Довольно интересный опыт был, я думаю. Да. Звук нам взял. Вот теперь стало интересно. Слушай, Арис, ну я тебе могу сказать, что я бы, допустим, тебя бы вот в этом клипе не узнал бы, потому что розовые волосы все-таки у тебя. Ты же прям приглядываться нужно так. А кто это? А кто это? Ты прекрасно поешь, слушайте. Интересно. Спасибо большое. Слушайте, а ну необычный опыт, скажем так, да? Да. А вообще до этого когда-нибудь снималась, где нить? Ну, только балет, ну, танцевала, только, да, съемки. А петь никогда не было. Ну, все впереди еще. Ну, что ж, Анель, Ариса, спасибо вам большое, что вы это утро вот были у нас в гостях, рассказали много интересного, познакомились с вами. Спасибо вам огромное. Успешных, успешных спектаклей, гастролей. И приходите к нам еще. Передавайте большой привет всем, всем моим друзьям из вашей большой балетной семьи. Ну, и Рите большой привет даже. Потому что я обещал каждый раз, говорю, Рит, я тебе лично передам привет в следующей программе. И вот, наконец-то, я свое обещание выполнил. Доброго утра, хорошего дня, друзья мои. У нас реклама. Смотрите все выпуски программы Танна Студио на нашем YouTube-канале.